Приветствую вас. Полин. Смотрите. Вы описываете в какой-то степени созависимые отношения, потому что молодой человек ваш, имея определенные проблемы, не хочет их решать. Понятно, что ему тяжело и понятно, что ему плохо и что он сейчас переживает непростое время, но с одной стороны у него нет смысла жизни, как он говорит, с другой стороны он не хочет идти к психологу, не хочет работать, не хочет исправлять проблему. Из чего можно сделать вывод, что ему удобно. Ему удобно находиться в этой позиции. И в частности, удобно ему находиться в этой позиции благодаря вам, потому что вы своими действиями, своим поведением в том числе, мотивируете его на такое поведение. Как? Если вы бесконтрольно человека поддерживаете, вот именно бесконтрольно поддерживаете человека, если вы действуете в ущерб себе, если вы, условно говоря, приносите себя в жертву ради человека, то это чувствуется и, соответственно, делается все, чтобы это не упустить, то есть, чтобы это снова и снова повторялось, грубо говоря. Вы обесцениваете таким образом себя и демонстрируете, что очень сильно зависите от другого человека. Такая вот история. Отчасти именно, именно поэтому, мужчина к вам сейчас охладел по большому счету. Вот. Дальше. Есть ощущение, что у вас, именно у вас перед человеком есть определенное чувство вины. Потому что вы, с одной стороны, думаете, что если он с собой что-то сделает, то это будет ваша вина. Очень важно разобраться с этим, откуда у вас это, избавить вас от этого, потому что это мешает. Как мешает и страх его потерять, здесь опять же нужно посмотреть, чего именно вы боитесь, чего именно вы опасаетесь. Откуда страх человека именно потерять. Ну и вы пишите, что вы матываете себя, вы пишите, что вы мотались за это время и очень важно понять, как и чем. Чем больше вы себя унижаете, тем меньше мужчина будет к вам проявлять какого-то любви и уважения. Вот. Но вы говорите о том, что не чувствуете его любви, что наводит на мысль о том, что вы хотите чувствовать его любовь. То есть момент здесь такой, что вы нуждаетесь в его любви. И вот тут уже интересно, либо вы такого мужчину выбрали, у которого вот проблема это, как бы, перенос ваших собственных трудностей на него, или это просто случайно. Нужно вот, соответственно, с этим тоже разбираться. Но в целом, если человек не хочет, не хочет решать свои проблемы, то вряд ли этому человеку можно помочь. По крайней мере, пока он сам к этому не придет. А судя по тому, что он видит, как вы страдаете и позволяет этому быть, ну, возникает вопрос о том, насколько он вас любит. Давайте теперь с вами пройдемся по тексту. Да? Итак, мне 21 год, пишете вы. Почему вы пишете про возраст свой с самого начала? Имеет ли он для вас значение, если да, то какое? Далее. Мой молодой человек постоянно говорит о суициде. Ну, опять же, понимаете, есть момент такой, что люди, которые действительно хотят совершить суицид, люди, которые действительно хотят что-то сделать, они об этом не говорят. Просто знают, что им это не позволит. А если они говорят, значит, пытаются привлечь внимание. И очень похоже на то, что ваш молодой человек пытается привлечь внимание ваше таким образом к себе. И привязать вас к себе. Потому что, ну, таким способом, потому что в глубине души не верят, что его можно любить. В глубине души не верят, что его можно оценить вот просто так. Я не раз отговаривала его, но ничего не изменилось, он также думает и говорит о нем. Ну, как бы, отговоры здесь не особо, опять же, помогают, потому что это проблема человека, и человек должен эту проблему решать сам. Да, близкие люди могут помочь, но не отговорами, это тоже. Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать. Ну, применить модель жесткой любви, то есть отдалиться, выстроить личные границы. Вот, позволить мужчине быть самим собой, а себе позволить быть собой и показать ему, что вы не будете участвовать в его, может быть, фатальной такой гонке. Да, может быть, в таком таком пути. Потому что, пока что вы его поддерживаете и демонстрируете ему позитивные моменты от его поведения. Дальше. Дело в том, что два года назад умерла его бабушка, а год назад дедушка, они заменили ему родителей. Ну, здесь, понимаете, вы скорее его жалеете, здесь вы его жалеете. Полина, это не лучшая история для отношений в целом. А настоящим родителям глубоко плевать на него. Но, опять же, вы этого знать наверняка не можете. Это с его слов. И, может быть, это так, может быть, это не так. Но, правда в том, что это его проблема. Его не важно. Так получилось, что рядом была только я. Ну, а вот здесь очень важно было бы уточнить, как именно развивались ваши отношения. Я всячески пытался его поддерживать, было рядом. Много раз отговаривала его от суицида. Ничего не помогает. Ну, опять же, пытался его поддерживать. Это история про то, как вы выражаете свою поддержку. И если вы выражаете ее деструктивно для себя, то она, скорее всего, и будет оказывать такой деструктивный эффект. Вот. Потому что мало просто поддерживать и мало просто быть рядом иногда. Много раз я отговаривал его от суицида. Ничего не помогает. Есть такое чувство, что это вот попытка привлечь к себе внимания. Есть такое чувство. Потому что, ну, если бы он хотел, да, он бы уже скорее всего сделал это. С другой стороны, некоторые люди считают, что вправе решать жить ли им или нет. И если молодой человек считает, что он вправе так решать, то вы его не сможете отговорить. Потому что о вас он не думает. Дальше. Он отдалился от меня. А проблема еще в том, что я учился в другом городе. Ну, как вы восприняли то, что он отдалился от вас? То есть это вы говорите больше про себя или про других. Ну, тут про него. Про другого. Так, проблема в том, что я учусь в другом городе. Проблема для кого и проблема в чем? Психологу он идти отказывается. А еще говорит, что у него в жизни нет смысла и он не боится смерти. Ну, тут опять же, вы ему не поможете, к сожалению. Это нужно только оставить как бы человека со своей проблемой. Чтобы он привезли. А вы? Ну, нет. Ну, совсем отдаляться не нужно, но жертвовать собой не нужно так же. Так, честно говоря, я очень сильно выматывался за эти два года. Выматывались за счет чего. Да? Почему вы позволяете себе выматываться? Я живу в напряжении и в страхе сейчас не может что-то случиться. Но это созависимость. Это созависимость. Ага, напряжение и страх, что с ним может что-то случиться, вы как-то вот на свой счет переносите. Вы стали часто ссориться и по сути я не чувствую больше его любви. Так, ссориться из-за чего? Здесь психологическую игру скандал изучите, пожалуйста. Это важно. Я хотел бы получить от вас совет, если это возможно, как мне справиться со всем этим? Совсем этим это с чем? Как сделать? Лучше как помочь ему и себе? Ну, чтобы помочь себе, вам достаточно обратиться к психологу индивидуально. Вот. И вы в себе разберетесь. Вот. А что касается его, то ему вы не поможете. К сожалению. Потому что он этого не хочет пока. И у него нет мотивации. У него нет мотивации для того, чтобы в своей жизни что-то менять. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится и вы сможете найти из нее выход адекватный и приемлемый. odore-маме. Так видите. Продолжение следует... Продолжение следует...